Братья мои, пусть ваша вера в Иисуса Христа, нашего Господа славы, будет такой, чтобы вы относились к людям без лицеприятия. Например, на ваше собрание придет человек с золотым кольцом в роскошной одежде, а вслед за ним придет бедный человек в убогой одежде. Вы посмотрите на человека в роскошной одежде и скажете ему «Садись сюда, здесь хорошее место», а бедному скажете «Ты стань вон там» или же «Садись у ног моих». Получается, вы поступаете несправедливо, становитесь судьями, с дурными мыслями. Послушайте, братья мои возлюбленные, Бог избрал тех, кто в этом мире считается бедными, чтобы им быть богатыми верой и чтобы они наследовали Царство Небесное, которое Бог обещал тем, кто любит его. «А вы презираете бедного, но ведь богатые вас притесняют и таскают по судам. Они оскорбляют драгоценное имя Иисуса Христа, который Бог дал вам». В Писании сказано «Люби ближнего своего, как самого себя». Это царский закон. Всякий, кто его соблюдает, поступает правильно. «Но если человек относится к людям с лицеприятием, то он грешит и перед законом оказывается преступником. «Потому что тот, кто соблюдает все заповеди закона, но при этом нарушит одну из них, он виноват в нарушении всего закона». «Ведь тот, кто сказал, не прелюбодействуй, так же сказал, не убивай. А потому, даже если ты не прелюбодействуешь, но убиваешь, ты все равно стал преступником перед законом». «Есть те, кто знает, что Бог будет их судить согласно закону свободы». «Говорите и поступайте так, как они». «Если человек не был милостив к другим, то и его будут судить без милости, потому что милость превыше суда». «Если человек не был милостив к другим,